В нашей сегодня бытовой лексике у всех, от политиков и до студентов, очень много разговоров, связанных с духовностью, нравственностью, моралью. Другое дело, как на самом деле получается. Что такое фонд духовное наследие? Это работа в общую копилку нашей культуры, не только региональной, но и общероссийской. Я больше для будущих это не сдаю. Обратите внимание, что здесь нет конъюнктурной литературы. Здесь только то, что касается нашей истории, нашей культуры. Это книги не для извращенного сознания, рассчитаны все-таки на общество здравых людей. Говорю, если бы я не работала тренером, я бы все равно работала бы с детьми, наверное, в школе преподавала физкультуру. Поймала хорошо, потом положила на пол, убирай, сразу проводи, чтобы она не лежала на полу. Нравится с ними, на них интересно смотреть, когда они приходят вот такие, потом на глазах совсем другие дети становятся. Такое счастье, думаешь, господи, какая красота. Очень много, это трудно. За 60 лет их прошло очень-очень много. Одних мастеров только почти 150, стали мастерами спорта. Заслуженные мастера есть, мастера международного класса. Ну, вся жизнь в этом прошла. Ну, я уж не помню, как было, это же прошло уже сколько лет. Все мои ученицы, которым я дарила, они почти все здесь есть на некоторых фотографиях. Особенно старшего поколения, которые уже взрослые. Все, им это вообще очень интересно. Ну, интересно всем. Друзья, кто тут обо мне писал, не знаю, приукрашивали или не приукрашивали. Мне кажется, это очень книжечка хорошая. Спасибо ему. Мы с ним тут забивали, вот в этот зал строили, вместе кирпич первый закладывали. С Леонидом Костюмином, он же нам его построил. Каждый день его, прихожу в зал и каждый день говорю спасибо про себя. Что он и тот зал нам отремонтировал сначала, а потом вот этот. За полгода нам построили этот зал. За полгода. Он уже чувствовал, наверное, что он уйдет. И так быстро нам его построили. В июне мы заложили камень, и Новый год уже здесь встречаем. Одинарное шопе. Бам, бам, снизу. Раз, и на берегу. Выпрями право. Для меня, например, самое главное, чтобы дети выросли настоящими людьми. Потому что это миг. Прошли, позанимались, и все. А жизнь еще какая большая и длинная. Не все могут быть чемпионами. Но людьми хорошими все должны быть. Самое востребованное на данный момент является юбилейное издание, посвященное историю Сибирского кадетского корпуса. Потому что в 2013 году мы праздновали 200 лет этому учебному заведению. Кстати, Сибирский кадетский корпус – это первое высшее военное учебное заведение за Уралом. Это первая наша работа, которую мы издали. Делал историк Шульдяков, наш местный историк. Он известен. Я занимаюсь специально, углубленно, историей Сибирского казачьего войска, особенно в период революции и гражданской войны. Ну и захватываю Первую мировую и эмиграцию, естественно. Ну а ядро офицеров Сибирского казачьего войска – это выпускники нашего кадетского корпуса. Поэтому, занимаясь своей темой, я неизбежно выходил на историю Омского кадетского корпуса. Кадетский корпус – это ось, вокруг которой вращалась вся экономическая, культурная, военная деятельность губернского города. 300 лет Омску, 200 с лишним лет кадетскому корпусу. На этих страницах люди, лица. Если мы не будем интересоваться своей историей, не извлекать опыт из этой истории, а еще хуже – стрелять в эту историю, то мы падший народ. За наше будущее копейки нужно не дать. Мы очень легко ориентируемся внутри пространства книги. Мы видим, как меняется образ военного, как меняются их леки. А вообще, не случайно в названии было вынесено слово «честь». «Жизнь Родине, честь никому». Когда-то Пушкин написал «Великим быть желаю, люблю Россию, честь, я много обещаю, исполню ли Бог весь». И это слово «честь», оно именно начинает особым образом звучать в момент победы над Наполеоном в войне 12-го года. И сама история кадетского корпуса именно начинается с времен Отечественной войны 12-го года и завершается трагическими событиями, разрушительными, катастрофическими 1917-го года, когда было уничтожено военное сословие. Но библиотека Сибирского кадетского корпуса сохранилась и сегодня хранится как особой книжной памятникой в нашем фонде. И эта книга – фундаментальное издание для тех, кто будет формировать учебники по региональной истории. Я встретил полное понимание значимости вот этого военно-учебного заведения для развития нашего региона. Ну, историческое, естественно. Омский кадетский корпус имел евразийское значение. Готовил специалистов для разных сфер деятельности, не только офицеров, но и топографов, землемеров, учителей для станичных школ, специалистов по сельскому хозяйству и так далее. Очень благодарен, что получилось не только все те материалы, которые я нарабатывал в течение многих лет, свести в целое. Фонд помог в добывании инфстративного материала, за который приходилось платить. Вот поэтому получилась великолепная книга. Я без ложной скромности скажу, что ни по одному военно-учебному заведению России такой книги роскошной, как вот издал фонд Полежаева, просто нет. Были просьбы, чтобы мы еще раз издали. Потому что, конечно, каждый выпускник хочет дома у себя иметь. Историю учебного заведения, с которым он начинает свою жизнь. Наша книга по кадетскому корпусу, она редко в каком смысле. Иногда просто притягивают за уши советскую историю дореволюционной. Мы к этому делу отнеслись более корректно и все-таки нашли те связи, которые соединяют дореволюционную Россию, советскую Россию и постсоветскую Россию, то есть современную Россию. И идея книги какая получилась. И вот в этой идее мы солидарны с фондом духовного наследия, с его лидером, что надо брать и с той России дореволюционной, и с советской России все лучшее, этот опыт исторический, использовать для строительства России сегодняшней и особенно России завтрашнего дня. То есть мы можем воспитывать вот этих юношей, предназначения которых, будучи в основном, это защита отечества, вот как раз на конкретных примерах людей, которые достигли очень многого и принесли большую пользу своей стране. Когда он был губернатором нашей области, наша область больше всех выпускала изданий печатных. Нам завидовали со всех сторон. Слушай, действительно, это был просто как вулкан. Да, фонд в этом смысле продолжает традиции, заложенные еще до его возникновения. Этот издательский мегапроект, это все десятилетие издательской деятельности фонда, это продолжение, в том числе и того, что начиналось еще в правительстве Омской области. Я имею в виду и полное собрание сочинений Достоевского, я имею в виду собрание сочинений Бунина, Вяткина, Пантелеймонова. Еще издавался четырехтомник Белозерова, кажется, а знаменитая совершенно антология семейного чтения, адресованная родителям и детям. Это же все издано вот как раз во времена Леонида Алексеевича правительством. И вот эта вот книга «300 лет мира и согласия на земле Омского привертышья», 12-й год. И вот здесь, вверху, правительство Омской области, а внизу благотворительный фонд «Духовное наследие». Вот здесь еще, так сказать, вот таким вот образом. Ну, а дальше все книги под грифом фонда «Духовное наследие» можно вот посмотреть на этой выставке. Я не искал для себя другого продолжения, ни в коммерческой какой-то еще, ни в какой-то там структуре. Я не представлял себя без работы, но эту работу я видел как раз вот в продолжении той деятельности, которую я проводил, и будучи официальным чиновником. Это серьезная работа, над которой работают крупные авторские коллективы, ученые, исследователи, историки. Я же не сам это пишу. Второе – это недешевое дело. Нужно найти деньги, чтобы издать вот это издательство, вот этого трехтомника, который, я надеюсь, вот попадет в руки школьников, у нас стоит почти миллион рублей. Если спрашивают, где можно купить, мы говорим, пожалуйста, можете прийти, мы вам дадим эту книгу бесплатно. Приходят, мы даем. А так обычно тиражи расходятся по библиотекам. Вперва весь тираж безвозмездно передается в Пушкинскую библиотеку. К нам поступают книги, допустим, 100 экземпляров. Мы говорим, так, у нас 32 района. По три книжки на район и, допустим, оставляем у себя там 4-5 экземпляров. Ну и во время презентации приходят люди. Вот сейчас мы, презентация трехтомника этого будет, ну где-то примерно экземпляров, наверное, 250. Там же в библиотеке раздадим всем, кто придет на эту презентацию. Они унесут их дома, у них есть дети. Это уже стоит того. Я являюсь главным вредатором издательских проектов фонда «Возрождение Тобольска», в частности, альманаха Тобольска и вся Сибирь. Так или иначе, вот пути таких людей, издателей, которые проживают, ну, может быть, на каком-то расстоянии друг от друга, но все равно у нас в Сибири их пути рано или поздно все равно сойдутся. И вот встал вопрос, когда, видимо, у Аркадия Горьевича Елфимова, руководителя фонда «Возрождение Тобольска», ну, возникли какие-то, может, финансовые заминки или другие проекты были больше востребованы. А книга «Атари», работа над ней шла на протяжении нескольких лет. Вот, и она, вот, черновой макет ее находился на сайте фонда. И, видимо, когда встретились Елфимов и Полежаев, они как раз вот договорились в качестве первого шага совместного сотрудничества именно вот выпуск книги о Таре. Соответственно, вот с этой книги и началось уже мое сотрудничество с фондом и духовным наследием. Возрождение Тобольска существует уже более двух десятков лет, наверное, или около этого. У них накоплен был большой опыт уже этой деятельности. Он, правда, отличается. У них есть и коммерческая деятельность. Но, тем не менее, в основе лежат те самые же начала, которые положены и в деятельности фонда «Духовное наследие». И, безусловно, это было в интересах и фонда «Возрождение» Тобольска, и нашего. Я искал поддержку от Леонида Константиновича Полежаева, и я ее получил. Значит, когда я к нему пришел, он уже был вне власти, понятное дело, но создал вот этот фонд «Духовное наследие». И я говорю, вот книжка по Таре готовая уже все. Давайте. А он мне на это говорит, Леонид Константинович, говорит, я бы еще на один срок губернатором остался, я бы столицу Омской области в Тару перенес. Мы не копировали фонд «Возрождение» Тобольска. Мы воспользовались совместной работой тем опытом, который у них был. И это выразилось в издании «Истории города Тары», в издании «Пятитомника. Сибиряки. Победа». Вот это ведь не вычеркнешь. Вот она будет жить. Поэтому мы издаем на такой бумаге, чтобы она не истлела. Это не газетная бумага. Вы обратили внимание, все издания издаются на очень плотной, качественной бумаге. Прочитаю это через сто лет, через сто пятьдесят лет. Он там очень серьезно помог. Но это вообще было очень дорогое издание. Пять томов. Это пять тысяч книг. Значит, да, лощеная бумага. Все это у нас бумага Вержена. Форзес и Нарзес. Мы ставим самую дорогую бумагу в издательском деле. Конечно, вот этот «Пятитомник» я должен отметить, потому что была моя идея. Причем вот здесь название «Сибиряки. Победа». Но так получилось, что значительное участие сибиряков в этих событиях позволило собрать такую книгу, назвать ее так. Но в целом же, если мы начнем, откроем эти книги, начнем читать, то мы получим полное представление о тех десяти сталинских ударах и так далее, о героях Советского Союза, которые с Сибирью были связаны. Я считаю, что это выдающееся просто издание. Причем там два тома только отведены на воспоминания работников тыла. То есть кто работал на заводах. Для Сибири это очень... А для Омска это вообще характерно. Это ненаписанная история просто. Это не воспетая. Безусловно, конечно, восхищают батальные действия, боевые действия. Труд рабочих на заводах, он как-то не очень эффектен. Поэтому мы сочли вот это нужным сделать. И причем это не просто описание там с чьих-то слов, а это прямая речь. Исключительно только прямая речь людей, участников этого. Ну, кто были живы на тот период. Далее последовала книга-онтология «Поэзия белой столицы». Это вообще уникальное издание, созданное благодаря трудам, исследовательским трудам Валерия Хомякова и Елены Девятьяровой. Леонид Константинович тоже очень заинтересовался этим проектом. Идея собрать в единый блок всю поэзию, поэзию Омска, которая мало изучена, очень не исследована и незнакома. Она была мне давно. Это время трагическое. Время, когда шла переоценка ценностей. Художники, слова, поэты выбирали свой путь. Мы возьмем того же Маслова, Ауслендера, Атьира, наших омских поэтов. У большинства, конечно, судьба трагическая. И вот эти, может быть, она как-то меня заинтересовала. Там много материала, которого вообще некоторые вещи я сам впервые узнавал. Когда вот эти книги поступают в библиотеки, я думаю, что учителям нужно знакомить. Если мы воссоединяем всю российскую историю, то где они могут узнать, вот, скажем, тех поэтов, печаток которых было при советской власти запрещено? Они могут узнать вот из этой книги. Здесь и российские, здесь и сибирские поэты. Наша задача была еще какая? Показать, что культурная жизнь в Омске, несмотря на вот эти все исторические катаклизмы, она не исчезла. То есть она была, бурлила. Мы снова этих людей открываем миру, обществу. Вот эти книги, они как раз ощущение того, что ты живешь не только в этой современности, что ты носитель многовековой культуры. Я вот побывал на выставке «Россия» в ВДНХ, зашел в Омский павильот. Там колчак, стол его стоит. Вот на этот стол надо было взять и положить вот эту книгу, антологию поэзии Белой столицы. Исход русского мира через город Омск. Хочется сегодня даже прочитать, чтобы почувствовать интонацию тех людей, которым было суждено переживать эти катастрофические дни в городе Омске. «Будем верить в радость чуда, в святость жизни, в близкий свет. Не погибнем, будем верить, позабудем жуткий бред. Хочешь воли – будет воля, воля к мысли, воля жить. Хочешь братство – будешь равным, будешь верить и любить. Хочешь власти – власть далека. Все безвластны, все цари. Будем верить. Верь, Россия, в ярком пламени гори». Я думаю, эта книга на века. Ну, в первую очередь, конечно, она для людей культурных, людей интеллигентных. Обыватель вряд ли ее будет читать. Она очень хорошо издана. То есть очень удачно. Я не специалист в этом, но мне она сразу понравилась. И единственное, что, конечно, здесь – минус тираж. Хотелось бы, может быть, чтобы было переиздание этой книги. Я часто свои книги даю читать. И некоторые исчезают. У меня вот электронный вариант, безусловно, это есть так, а самой книги, ну, к сожалению, нет. «Белую столицу» мы еще делали вместе с фондом возрождения Тобольска. Ну, а дальше вот это уже наше единоличное творчество. Интересны наши книги о соборах, возрождении Воскресенского собора. На мой взгляд, очень удачная история Святой Ильинского собора. Кстати, она больше всего востребована. Вот она как-то сделана на одном таком дыхании. Может быть, даже от того, что это нереализованная идея воссоздания Ильинского собора, она как раз вот несет в себе какой-то элемент трагизма. Святой Илья Пророк, ангел-хранитель города Омска. Ну, а мечеть что-то этого ангела подзабыли, по-моему. Помню первую встречу с Леонидом Константиновичем. Я зашла уверенным шагом, опередив Юрия Петровича, видимо, не знаю, как было правильно, так или нет, но я прибойной водкой шла в свой шанс. Да, я протянула руку, пожалуй, тогда помню, Леонид Константинович так заулыбался, смотрит на меня, говорит, крепкое рукопожатие. Я ему чуть руку не сломала. Я так уверенно сжала его руку. Он понял, что я за человек, что со мной можно работать. И он согласился, чтобы я взялась за Ильинский собор. Сначала, когда мне был вопрос, за какой срок вы сможете сделать? Я еще не знала объем работ здесь. Две недели! Леонид Константинович улыбнулся, говорит, месяц. Думаю, ну хорошо, ну за месяц-то я всякое сделаю. Но когда я увидела объем работ, когда я замахнулась на то, что здесь можно сделать так, как ты действительно хочешь, не урезаясь в бюджет, там еще как-то. И я действительно разогналась и поняла, что я делаю серьезный труд. И действительно времени катастрофически не хватает. Я спала где-то по часу, по два в сутки. И я за месяц сделала. То есть в начале ноября я получила материалы, в конце ноября я уже вышла на печать. И в декабре уже тогда была презентация Свято-Ильинского собора. И я была так горда собой. Я была довольна. Леонид Константинович тоже. Ему так понравилось. Он говорит, приятно в руки взять. Действительно интересно и красиво получилось. И после этого началась наша интересная история сотрудничества. На мой взгляд, главное в книге – это текст. То, что ее делают в книге. Я, конечно, пытаюсь несколько билетаризовать, что ли, те или иные события. Потому что мы так или иначе рассказываем о людях, живших когда-то со своими тревогами, со своими переживаниями. Представить их не мумиями, не монументами, а живыми людьми. Вот в этом я свою задачу, собственно говоря, и видел. Ну и, конечно, мы придаем очень большое значение художественному оформлению книг. Текст должен быть лаконичным, очень емким. И он должен сопровождаться документами, фотографиями того времени, тех лет. Вот это серьезная работа – поиск этих документов. Как ни крути, люди все-таки любят картинки. С детства, видимо, сохраняется. Люди любят картинки, любят интересную подачу, неожиданную какую-то подачу, оригинальную подачу. Во многом, например, записки из «Мертвого дома» возымели эффект, за счет своей подачи. Когда мы праздновали 200 лет, Федор Михайлович Достоевского появилось уникальное иллюстрированное издание «Записок из «Мертвого дома». Вот вы видите, как дизайнер решил образный ряд именно переплета этого издания. В Сибири можно блаженствовать. Климат превосходный. Есть много замечательно богатых и хлебосольных купцов. Много чрезвычайно достаточных иногородцев. Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и сама натыкается на охотника. Там не просто дизайн ради дизайна, как во многом бывает. Отвлеченные какие-то виньетки, еще что-то. Здесь была именно продумана концепция. Бумага, имитация макулатурной, само внешнее оформление без лишнего лоска. Крест, естественно, во главе оформления. Он же является частью окна приобретения своего духовного просветления через земные тяготы. Мы видим образ Достоевского, который создал наш омский художник Георгий Петрович Кичигин. И это изобразительный текст, который дает свое прочтение художественного текста Достоевского. У меня тоже, видимо, есть и грешные стороны, и стороны вот такой больной совести, да. Вот он как указывает, он как лоцию дает, как раз как выйти из этого, или как заблудиться и умереть, как говорится, потому что ты не нужен миру такой, какой ты есть, как исправить себя. Ну, то есть масса вопросов задается, и очень правильно. Я тоже в своих работах не люблю давать какие-то ответы. Вот хорошо поставленный вопрос, он лучше данного ответа. К сожалению, все творчество Достоевского, вся его философия не совпадала ни с одним режимом. Ни 19-го, ни 20-го, а теперь уже и 21-го века. В Суе мы всегда говорим, что мы за справедливость, за правду, но не любим мы правду. На самом деле мы ее не любим. И мы не хотим всмотреться в эту правду, о которой говорит, по сути дела, пророк. Ну, Достоевский в первую очередь, он сходен вообще по внутреннему состоянию со всей России. Мне кажется, вот эта трагедия, которой он был пропитан, как и мы все, такие мы вот по менталитету. Мне кажется, Достоевский явил миру не только себя, но и всех русских. С самого начала, с момента основания фонда мы с ним сотрудничаем. Нам очень интересно работать с этим фондом, потому что каждый выпуск очередного издания – это просто шедевр. В техническом смысле и в содержании тоже. Много ручных работ. Это эксклюзивные работы. Ручные работы всегда ценятся в переплетном производстве, например. Почему интереснее мне было работать над этим изданием? Почему Любимчик? Потому что там я смогла пойти на эксперимент, от которой, слава богу, подписался Леонид Константинович. Там было все в дыму от этой резки, потому что материал горел невероятно. И мы сделали в короткие сроки, потому что уже была назначена презентация. Но важно было еще подобрать очистители, которыми нужно было оттирать потом все, что нагорело в ходе опытов. Дошли даже до карбюраторного очистителя. В общем, я перерыла все возможные очистители, я теперь о них знаю все. У меня был драйв этого эксперимента. А как получится? А что в итоге? А чем попробовать? У меня глаза горели. Да, я не высыпалась, да, я забирала домой, все это вручную чистила. Интерес именно был в том, что получится. Ты сделал все. То есть это реально можно выпускать на тираж. И вот здесь было счастье. У нас Билан Василий в 70-х годах делал как раз по мертвому дому. Очень скромно и очень грамотно. Порядка 5-10 иллюстраций. Высокого качества. Черно-белые. Книжка состоялась. Столько времени прошло, и вот сейчас что-то должно выйти. Просто весь трепещу, ибо я в этом трепете даже забыл, куда эту серию делал. Она у меня производилась для федеративной выставки «Пастель России». И я как-то закрутился и даже забыл подать документы в Москву. Но я потом решил, что для меня наградой будет помещение этих графических листов именно в эту книгу. Умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири. И с наслаждением не укореняются. Впоследствии они приносят богатые и сладкие плоды. Но другие, народ легкомысленный и не умеющий разрешить загадку жизни, скоро наскучают в Сибири и с тоской себя спрашивают, зачем они в нее заехали. Достоевский живет. Он писал кровью, как он говорил, кровью своего сердца. А это не забыть, не пройти мимо нельзя. Эти книги востребованы, и к нам в ближайшее время придет на экскурсию для того, чтобы познакомиться именно с этим иллюстрированным изданием курс филологов из нашего Омского педуниверситета. Это тем, кому суждено преподавать Достоевского в школе. Внешнее оформление, сочетаясь с этими иллюстрациями, получается очень емкое. Не зря люди с таким желанием охотились за этим изданием. Но это не умаляет, опять же, достижение других наших изданий. Серия «Три века омской культуры». Первые два тома на тот момент последующие еще не вышли. Это театр и литература. Они тоже стали лауреатами премии «100 лучших товаров России». «Три века омской культуры» я бы его назвала «Великим пятикнижем Омска», потому что пять альбомов и пять разных ракурсов нашей с вами жизни. Театральный альбом, он нам дает летопись нашего театрального Омска. Людмила Александровна Першина написала замечательные тексты. И мы видим динамику развития и театра, и зрителя, и мы видим наших любимых артистов. То есть замечательное издание, которое востребовано сегодня в разных читальных залах нашей библиотеки. Кстати, тоже не хватает экземпляров. У нас, например, нет на абонементе. Хотелось бы побольше, чтобы люди могли дома почитать. Изобразительное искусство. Замечательная икона Абалактская открывает, потому что это наша святыня сибирская. Владимир Федорович Черков дал замечательную подборку картин наших омских художников. Здесь мы просматриваем эволюцию, изменение стилей, жанров, индивидуальных манер. И главное то, что это замечательный текст для восприятия читающего. Музыка. Дорогие друзья, мне приятно, что мы эту презентацию проводим в стенах Музского университета имени Достоевского. Может быть, эта презентация запомнится не столько этим томом, сколько вашим писем. Но я считаю, что это очень большим достижением. Я вообще уже давно живу в Омске. И с первых буквальных шагов я поразился, насколько мало изучена музыкальная культура. Потому что мы, кроме Шибалина и Пантофель Неческой, в сути, ничего больше не знаем. И даже позже не знаем. Ну, омский хор у нас. Музыкальная культура Омска очень богата. Другое дело, что в какие-то периоды вот за историю всю Омск, вот с 18-го столетия, несколько раз происходил такой разрыв цивилизации. То есть не наследовалась культура. Вот, например, для Омичей, ну, как мы знаем, вот время Колчака. Что-то ужас сплошной, там расстрелы. И красные так же поступали, таким же образом еще хлеще поступали. Но музыкальная культура была интереснейшая, понимаете? Тут устраивались квартетные вечера, играли великолепную музыку, Бетховена там. Тут был вечер, посвященный французским импрессионистам. И вот в этом городе, в котором война шла, гражданская война, собирались люди и слушали вот эту музыку. Это просто поразительно. Очень правильное название духовное наследие. Мы должны все понимать, что если не будет культуры, если не будет сохранения духовного наследия, бережного отношения к нему, вообще страны не будет. Если человек не знает своего прошлого, не знает своей истории, то он, соответственно, не знает и самого себя. Это очень здорово, что есть такие проекты, которые помогают нам помнить. Мы можем не только удовлетворить свою любознательность, узнать что-то новое, но и вдохновиться примерами тех людей, которые внесли огромный вклад в культуру, в искусство. Помнить о таких людях, читать о них, знать о них, это очень важно, особенно для молодых музыкантов, которые ищут свой путь и как раз для них вот такие замечательные примеры могут стать хорошим ориентиром. Сначала я написал 650 страниц, но потом там есть определенные ограничения, 500 страниц, не больше, из них 150 примерно на иллюстрации. Ну, это и уже хорошо, и уже хорошо. Эти книги, они не просто увековечивают, что ли, достижения омской культуры, показывают весь исторический путь ее развития, они пропагандируют культуру, они ее продвигают. Главное, что я для себя вынес, работая над этим четырехтомником в качестве редактора, это то, что можно собрать и издать только биобиблиографический справочник без каких-либо подробностей, и это будет достаточно толстый фолиант имен, забытых омскому. Я с удивлением осознала, что серию делать очень сложно, потому что я такой человек, как первопроходец, я не могу работать даже по собственному шаблону. С серией «Три века омской культуры» как «День сурка» немножко. Ну, то есть, получается, идея-то, стиль создан, и каждая последующая книга идет в этом же стиле. И я открываю макет, у меня такое ощущение, я же сдала в печать, я же все сделала. У меня такое впечатление создалось, как будто я работаю над ошибками, что я сделала, и опять что-то не так. И мне снова надо делать заново, снова-заново. И это на протяжении шести лет это было очень сложно. По сути, вот это же пять томов, три века омской культуры. Я должен сказать, что нигде в России подобных примеров точно нету на таком уровне. Мы хотели бы вернуть читателя снова к книге. Обратите внимание, насколько обенел сегодня язык людей. Вот вслушайтесь, в трамвае, в автобусе, на улице, на рынке, в магазине. В номинации «История родного края. События личности» премия имени Тимофея Максимовича Белозерова присуждена Наталье Владимировне Елизаровой за цикл творческих работ, опубликованных в российских литературных журналах. От всей души вас поздравляем. Наталья Владимировна. Для меня очень почетно получить эту награду от Ленина Константиновича Полежаева. Знаете почему? Потому что это человек, который вот он-то читает, знает, что такое исторический источник. Если сто лет назад, да, была практика вести дневники и письма, даже вот находясь на краю гибели, император Николай II, он ввел дневник, письма, писал, а сейчас, а что делаем мы спустя сто лет? Ок, смайлик. Ну, конечно, это сложно, вернуться к такой практике, введение, наверное, дневников каких-то, но сейчас время, оно настолько спрессованное, полное всяких событий. Ну, мне кажется, самое время что-то где-то да и записывать, потому что пройдет 50-100 лет, и нас будут изучать, потому что мы оставим. И, кстати говоря, во многом как раз пересекаются тематически книги с тем, что сегодня происходит на площадках омской культуры. Допустим, не так давно вышел спектакль «Магнит. Омская история», который посвящен Кутилову. Продолжением этого может стать интерес к поэзии этого автора и возможность обратиться, в том числе и к книге, которая была издана фондом. Здравствуйте, вы кто? «Магнит». Вас так зовут? Верно. Странное имя. Ну, видишь ли, я людей к себе притягиваю. Он мне подписал эту книгу, тогда полежаев. Значит, она у меня была долго, пока не затеяли постановку эту. Я отдал постановщикам, и больше я эту книгу не увидел. Поэтому Леонид Константинович пришлось подарить мне еще раз. Достал из окромов где-то там и подарил еще раз книгу. Замечательный издатель, сборник Аркадия Кутилова. Он, я считаю, вообще уникальное явление. Не просто в Омске, так, это вот российская культура. Когда мы открываем это издание, то уже сам Форзец нам многое говорит. Очень хороший, я считаю, дизайнерский калаш. Нам открывает, во-первых, фоксимили самой рукописи Кутилова. То есть мы видим дыхание личности поэта. И в один миг видим и юного поэта, и уже зрелого поэта. Это есть некий эпиграф к текстам Кутилова. Сидели двое, я и я же. Один поэт, другой пиит. Вошла не женщина, а даже скорее девочка на вид. В 2017 году Леонид Полежаев предложил мне стать редактором сборника стихов Аркадия Кутилова. Про Кутилова я не знала ровным счетом ничего, кроме того, что это маргинальная омская личность. А мысли ринулись по кругу. Ведь это правда, наша тень. Мы врём частенько даже другу, а уж себе-то каждый день. Настолько было затушовано это имя, этого человека, я узнал о нём от Евгения Евтушенко. Он не раздавал так просто любезности коллегам по Перу. Мне посчастливилось поработать с архивами, которые предоставила фонду Евгения Кардзахи. Это жена Геннадия Великосельского, друга самого Кутилова. Он ранее выступал редактором книг, которые вышли после смерти Кутилова. И это, по сути, первая книга, которая выпущена уже после смерти Великосельского. И её уникальность в том, что мы включили туда полноцветные рисунки Кутилова. А с этой точки зрения, его вообще в Омске мало кто знает. Находясь в психбольнице, это известный факт, что он там бывал. Он не злобился на мир, а выплёскивал свои эмоции и в литературные произведения, и в какие-то картинки. И ещё для меня эта книга очень сильно важна, потому что при её подготовке я познакомилась с легендарным омским художником Дамиром Муратовым, который написал предисловие. Мы вместе с ним как раз рассмотрели картинки, оставленные Кутиловым. Вот памятник моей усталости, по которым мы можем судить о его внутреннем состоянии, внутреннем мире. Дамир Муратов нашёл поразительно точные слова. Он назвал Кутилова человеком без кожи. Я гляжу на тебя, любя, твои локоны тереблю. Я люблю в тебе не тебя, я другое в тебе люблю. Ты успехов в моих музеях, ты в меня из меня огно. Для тебя я бросал друзей и родных разлюбил давно. Свою меру добра и зла ты сплела из моих систем, даже почерк ты мой взяла. С цветушкой на букве Н ты должна мне, мой мил дружок. Я держу тебя сотни, вдруг уйдёшь, и пропал должок. Я встряхнусь, как пустой мешок, и пристроюсь на пыльный крюк. Даже идут те, которые один раз где-то, может быть, услышали, что это про Аркадия Кутилова. Магнит – это его псевдоним, да, или, как говорят, блатная кличка. Поэтому здесь, в Омске, магнит давно прижился. Если поговорить со школьниками, с молодёжью, со студентами, они говорят, культурным быть модно. Это тренд времени. То есть не похватать, не ознакомиться поверхностно, а уйти в глубину. И вот, кстати говоря, книги фонда, они дают возможность увидеть очень качественную библиографию, благодаря которой можно уйти вглубь темы. Ты вкладываешь всю душу в это. Это настолько тебя изматывает. Организация работы в архивах. Архивы же не только омские, куда можно сесть на трамвай, приехать и посмотреть. Архивы столичные, петербургские, тобольские, барнаульские. Ну, где только мы можем найти следы. Делая, скажем, историю Тюкалинска, мы добрались до архивов Гарвардского университета в Америке. Чем сложнее, тем вдохновеннее всегда работает. А чем вдохновеннее, тем, естественно, больше к этой книге испытываешь любви. Ну вот, если говорить, эти книги, то книги Тюкалинска, а остальное это уже, ну, не то, чтобы подзабылось, это уже история, это прошлое. Откуда этот сильный сибирский характер? Когда я ее взяла в руки, я, как библиотекарь, я сразу поняла, что я держу в руках труд, фундаментальный. Собирается же огромный массив материала, не все в книгу. Если мы книгу там издаем, история там Тюкалавния, 500 страниц, еще 500 где-то остается за, которые мы считаем, что или это повторы, или малозначащие факты, или непроверенная там какая-то информация. Это книга для людей. По этой книге еще много историков напишут свои диссертации и кандидатские, может быть, кто-то и докторские будут использовать. Ну, то есть, он нам издал такую книгу, которая требует продолжения. Он не просто нам ее подарил, а он ее нам дал и сказал, работайте, пишите, издавайте, но только не сидите, а работайте, и все будет хорошо. Книга изумительная. Да, где-то мы можем поспорить, где-то мы можем согласиться. Ну, в общем, то, что называется трудом. Потому что, если ничего не делаешь, спорить не о чем. Это люди тире эпоха, такие, как Леонид Константинович, которые вот в трудное, сложное время оказались у руля и так провели этот корабль по вот этим вот таким рифам. И даже находясь на отдыхе, продолжают активно и с любовью заботиться о будущем, помня о прошлом. Это дорогого стоит. Знаете, очень часто бывает временщики приходят, побыли и ушли с каким-то накопленным багажом хороших впечатлений. А люди такие, как Леонид Константинович, они даже уходя на пенсию, на отдых заслуженный, они действуют. Нет, это не отдых, он беспрерывно трудится. Я ведь точно бы не стал работать над книгами, к которым у меня, что называется, бы не лежала душа или что-то бы меня останавливало в плане мировоззренческом каком-то. Может быть, это можно счесть за гордыню какую-то или что, а если не я, то кто? Это все мое родное. То есть Омск, Омская область, Омская прежде всего. Фонд некоммерческий, фонд существует на пожертвования и средства спонсоров, фонд существует уже 11 лет. Значит, есть какая-то часть общества, которая считает, что то, что мы делаем, оно действительно нужно. Знание истории культуры своей малой родины это насущная потребность, на мой взгляд, каждого, даже не культурного, а каждого нормального человека. Посмотрите, отдельный том Потари, отдельная фундаментальная книга «Исселькуль». И вот самая последняя книга «Тюкалинск». Это шедевры краеведческие, я бы так сказал. Потому что это книги не просто об этих маленьких городах на территории Омской области. Через них, как через, знаете, вот представим себе какое-то отверстие, а когда в него смотришь, открывается что-то более широкое. Так вот, вроде бы книга про «Тюкалинск», но мы видим и всю Сибирь, мы видим и всю Россию. То есть это от малого идет, расширяется вот этот взгляд к большому. Это очень здорово. О чем сейчас идет речь в наших изданиях? Это история, это те события, которые происходили очень давно, с самого основания наших деревень, каких-то поселков, маленьких городков, а это и есть жизнь России. Поэтому, конечно, все изменилось. Тиражи стали маленькими, но при этом эти маленькие тиражи делают свое большое дело. То есть они воспитывают нашу молодежь, и мы этим очень горды, что мы занимаемся вот этим издательским делом на месте, там, где происходили все эти события. Затраты на издания растут, как и цены на все на свете. Если книгу там пять лет назад можно бы издать за полтора миллиона, сегодня это стоит три миллиона. Дорогое удовольствие становится. Стоимость бумаги, стоимость пограсских услуг, наконец, гонорары. Авторский коллектив работает по договорам. Деньги не получает только президент фонда и главный редактор. Я как волонтер здесь работаю. И чем удешевляю деятельность фонда? На это не надо. Я заработал ее сам. Спасибо вам за такие встречи, за ваш труд. У меня только к вам одна претензия. При всех еще раз скажу. прошу написать книгу про филармонию. Он не соглашается. Я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы его уговорить. Завершая Тюкалинск, я как-то обронил, что, наверное, придется сократить издательскую деятельность. Вы знаете, какую тревогу это вызвало сразу? Вообще, люди творческие сами по себе люди непростые. С развитым чувством уважения к себе, гордости. Ты не настройки там, не пошлешь куда подальше. И попробуйте что-нибудь изменить в тексте или в каком-то художественном взгляде, в оформительском. Всегда меня не радует ограниченный объем. Иногда шучу. Кто такой редактор? Ну, это такая сволочь, которая что-то режет, выкидывает, кромсает и так далее. Вот. А когда режут, выкидывают, кромсают еще и тебя, то это вдвойне обидно. Но понимаете, мы так мечтаем о издателе свои возможности, свои планы. Нет, здесь нет ни деспотов, конечно, ни тиранов. Леонид Константинович очень тактичный и идейный человек. Он очень аккуратно и с вниманием относится к людям. Ни разу не видела его ни кричащим, грубым, чтобы он пренебрежительно отнесся к кому-то, в том числе и ко мне, нет. Он понимает и с уважением относится к дизайнерской мысли. Он может задать вопрос, то внести какие-то коррективы, но в любом случае все это по делу. Рождается все в борьбе. Ссоры бывают, недопонимания бывают, все, но зато потом, когда книга выходит из издательства, примеряет сразу все стороны. Все буря остались позади, вот она вышла, ее можно взять в руки. Ему нравится листать страницы, он с трепетом ждет новое издание, когда мы делаем, уже все ушло в типографию, печатается, я ему показываю видео с процесса, печатано, он с удовольствием смотрит, а потом ждет сигнальный, ну пораньше, ну пораньше. Представляете, сколько труда, сколько хлопот, вот сколько чувств вложено в книгу. Когда я захожу, приношу все, все перестает существовать. Запах свежей типографской краски это высшая награда. Здесь нет начальников, и может быть в этом наша творческая удача. Фонд Духовное наследие это культурное достижение нашего Омского региона. И каждая книга это по сути своей это музей. Здесь ведь суть не только в том, что появляются такие книги, накапливающие материалы о культурном наследии региона, а регион приобретает такой притягательный образ. Это привитие любви через знание. Нельзя любить то, что не знаешь, и того, кого не знаешь, тоже любить нельзя. Это будут пустые слова. Это привитие через знание любви к родной земле, к ее истории и к ее культуре. Издания нашим фондом выпущены, они до сих пор востребованы, до сих пор спрашивают, до сих пор ищут, до сих пор ждут. А что будет новое, а что есть, а что еще можно взять, а где взять? Это, это, значит, это версия уже выполненная по эскизу в мастерской народного скульптора России Щербакова. Вот, а это уже фигура выполненная в глине. Здесь вот просто человек присел на лавку, человек удрученный, человек озабоченный, человек несколько замкнутый, пишет на лесках, кидает их на землю, они разлетаются. Он был очень щедр на раздачу своих стихов. Вот это и есть Аркадий Кутилов. Что можно сказать против творчества Тимофея Белозерова? Это явно писатель уровня российского, нерегионального или Егора Летова, Аркадия Кутилова, Михаила Шенганского, Шенгина. Вот двум последним, в 24-м году мы фонд поставят памятник. В Омске Кутилову, Василькуле Шенгину. И я думаю, что следующим этапом нас это будут памятники Летову и Тимофею Белозерову. Нет, я про Летову не пошутил, просто я внес предложение. Он может быть из той породы людей, что и Высоцкий, и Акуджава. Почему бы нам не гордиться, ведь это выражение нашего еще и общего культурного достоинства, патриотизма нашего. Надо украшать город памятью об этих людях. Мы сами не только возвышаем, мы сами возвышаемся, мы вырастаем вместе с ними. Есть памятники, вот здание сооружения, как наш памятник, которому 120 лет будет этому зданию. Есть памятники, которые устанавливают воинам, героям, и так далее, писателям, поэтам. А есть памятник, который вот эта книга. Мы не выбирали составителя, потому что это было понятно, что кроме фонда духовного наследия никто так серьезно не подойдет к изданию книги к нашему 150-летию. Поэтому вот Тимуре Атаре, Атаревич Атаре, значит, спонсировал эту книгу, значит, и выйдет ее 500 экземпляров, подарочное издание. И я думаю, что это будет очень серьезная работа. Мы встречаемся с Этим Концинчим очень часто. Он мне показал все, что там есть, все эти кабинеты, где создается творчество. Пожалуй, последние лет 5 я каждый раз соглашаюсь на ту или иную работу, говорю, что это моя последняя книга. Но я думаю, завтра произвенит звонок, я никуда не денусь. Я соглашусь. Я не знаю, где я окажусь через 5 лет, через 10 лет и какие будут мысли. Как говорил один известный человек, кто не меняет своего мнения, тот дурак. Так вот, я не хочу зарекаться на будущее, но недавнее прошлое и сегодняшний день пока показывают мне то, что я нужна здесь. Леонид Константинович, по сути, развязал мне руки тем, что я могу делать любой сложности издания, любого качества, любого насыщения, и мы это издадим. Я понимаю, что я работаю не в стол. Я понимаю, что я могу сделать любой интересный дизайн, любую концепцию воплотить в жизнь. И это, естественно, мотивирует. То есть у меня ушла рутина, есть интересные проекты, на которых я могу себя раскрыть. А я-то с большим уважением и с благодарностью за помощь. Я бы и не взялся никогда конкурировать с Леонидом Константиновичем. У него, слава богу, авторитет такой, вес там. Он храм Воскресенский собор там махом как восстановил. За ним не угнаться, за Леонидом Константиновичем. Ради денег? Нет. Наоборот, это все затратно. Ради славы? Ну зачем какая-то слава Леонидом Константиновичем приезжают? А ну, про него знают все. Люблю книгу. Ничего не скажешь. Когда мы переехали из маленькой хрущевки в более-менее, так сказать, квартиру, первое, что было сооружено, это был сооружен книжный шкаф. Я думаю, это была мечта. Вот она уплотилась, он исполняет свою мечту. А если человек занимается любимым делом, это прекрасно. Я не надеюсь на то, чтобы сегодня озабоченные, озлобленные, возобщенные наше общество, пребывающее и в заботах, и в нужде, проявило интерес вот к этому. Я надеюсь, что будущие жители, они будут интересоваться, и мы должны им дать источники, по которым они могут судить о нашем времени, о наших людях. Если мы это не оставим, то скажем, что за идиоты были, зацепиться даже не за что. Я бы хотел, чтобы можно было зацепиться. Мы своими книгами помогаем тем, кто, знаете, фильм такой, офицеры был, советская классика, и там, красная нить, еще и здесь фильм, есть такая профессия, Родину защищать. Если, историк, ты думаешь о том, что Родину-то надо защищать, так мы тебе в помощь в нашей книге. Работать и продолжать свое дело я желаю всем, кто с этим фондом сотрудничает. Это деньги, которые вложены не напрасно. Это то, что нужно сейчас для нашей страны. Если есть за что бороться в сегодняшней России, так это бороться за культуру. Это вообще, наверное, удивительно, что губернатор, много столько сделавший на своем посту, скажем так, не уходит с культурной сферы региона, а создает фонд, издает книги. Это продолжает приносить очень большую пользу вот той земле, с которой он связан, и в том числе, как, ну, один из руководителей. не скупятся на идеи, люди приносят, приходят, говорят, вот это надо сделать, вот это надо построить, этот памятник, это издать. Вот. И считают этим свою миссию исчерпанным. А попробуйте привлечь к изданию. Я как-то предложил оборонщике, давайте мы создадим историю оборонной промышленности в Омске. Это тоже такая не... Все здесь не поместишь. Ну, вот. Да, да, конечно, конечно. И все разошлись. Человек, чем бы он ни занимался, он всегда хочет, чтобы его деятельность, его работа была оценена. Даже тот человек, который лопатой яму копает, он тоже хочет, чтобы его кто-то похвалил. Молодец, вот, твои ямы ровные края. Но, увы, и ах, что называется, я не жалею. Во-первых, я люблю книгу. И я не изменен в этой любви к книге с молодых ногтей. И мне это интересно. Вижу в этом свое предназначение. И слов, естественно, конечно. Вот. Я мог выбрать другое. Ну, предпочел это. А теперь уж я менять не собираюсь ничего. Так что пойдем до конца. Туда? Субтитры создавал DimaTorzok